Всем огромный привет! Очень рада видеть вас на своем YouTube-канале об Амстердаме, путешествиях и, конечно же, моде. Сегодня я хочу с вами поделиться уже второй частью своих покупок на эту осень и зиму. Если вы еще не видели первую часть, то ссылка будет где-нибудь сверху. И если первая часть была в формате распаковки, то здесь я покажу вам мои самые-самые лучшие находки. И да, все ссылки на все показанные сегодня вещи, конечно же, будут ждать вас внизу в описании. А мы начинаем! И самая первая находка, которую я вам хочу сегодня показать, это вот такая вот куртка косуха в молочном оттенке от бренда Диана Милканова. Вообще, я очень люблю минималистичные вещи, без всяких пуговиц, бусинок, различного декора, но вещи, которые интересны за счет именно своего классного кроя. И вот эта куртка именно такая. Она сделана из плотной эко-кожи на подкладе и выглядит просто во много раз дороже своей цены, как будто бы это какая-то просто супер-люксовая вещь. Носить ее можно как в прохладные летние деньки, так и сейчас, пока еще не сильно холодная осень. Вещь, которая идеально сочетается с этой косухой, это вот такие вот белые сапоги. Покупала их еще летом на распродаже в Заре, и я помню, что они тогда распродались буквально за несколько часов. Сапоги довольно объемные на массивной платформе, но за счет белого цвета они выглядят очень невесомо, не утяжеляют ногу, в отличие от черных. Они сочетаются со всеми цветами верхней одежды и выглядят просто невероятно стильно. Следующая находка, это просто идеальный, на мой взгляд, базовые свитера от бренда Inazestories. Вообще, когда после переезда ко мне пришли мои вещи, приехали из Санкт-Петербурга, я с ужасом обнаружила, что там всего лишь один свитер. Все остальные свитера я по тем или иным причинам раздала, продала, в общем, не захотела их даже перевозить с собой. И тогда я начала искать базовые, качественные свитера, но с оптимальным составом, чтобы они не были слишком жаркими. И нашла такие свитера именно в бренде Inazestories. Они состоят наполовину из хлопка и наполовину из смеси полиэстро, акрила и шерсти. Мне они настолько понравились, что приобрела эти свитера аж в трех оттенках в белом, черном и лиловом. Давайте снова перейдем к верхней одежде, и на этот раз хочу вам показать свою винтажную находку. Это Тренч Бёрбери, а точнее Бёрберис, как они назывались до 1999 года. Тренч выполнен в очень красивом молочном оттенке. Он довольно объемный, что для меня является только плюсом. Несмотря на свой светлый оттенок и приличный такой возраст, он неплохо сохранился. Вообще, в последнее время я очень полюбила винтажный шоппинг. Может быть, на меня так подействовал именно Амстердам. Здесь очень много маленьких, уютненьких, винтажненьких... винтажных... Здесь очень много маленьких, уютненьких, винтажных магазинов, в которые заходишь, как будто бы в чью-то гардеробную, где ты можешь все примерить, и у тебя есть шанс найти то самое сокровище, ту самую классную вещь, которую ты откопал и сможешь забрать с собой. Вообще, мне кажется, в винтажных магазинах есть какая-то своя душа, в отличие от магазинов с новой одеждой. Раз уж заговорили про винтажки, давайте покажу вам вторую вещь из винтажного магазина. Это вот такой вот кардиган Lacoste, который состоит на 50% из шерсти. Меня в нем привлек его двойной замок. Планирую носить его как свитер, расстегивая снизу молнию, чтобы немножко сильнее приоткрыть брюки. Еще одна вещь с летней распродажи Zara это вот такие вот черные сапоги. Причем на сайте я даже не обратила на них внимание, влюбилась в эти сапоги именно в магазине, когда увидела их вживую. У них просто прекрасное качество. Они сделаны из натуральной кожи, по заявлениям Zara. Мне кажется, это была какая-то премиальная линейка. Мне очень нравится, как они обтягивают ногу, создавая при этом контраст между тонкой ногой и широкой массивной подошвой. Вообще, уже много лет рикотаж и кожа это два моих самых любимых материала на осень. В Zara нашла вот такие вот базовые черные брюки из эко-кожи прямого кроя. Они будут отлично играть со свитерами, блейзерами, сочетаться со всей верхней одеждой. В общем, для моего гардероба это просто must-have. И снова верхняя одежда, но уже на более прохладную осень. Это вот такое вот белое пальто с розоватым отливом от бренда H&M. Вообще, я очень давно хотела себе белое пальто, но обходила его стороной из-за непрактичности. Не хотелось после каждого дождя бежать в химчистку. И вот в H&M случайно нахожу пальто просто идеального кроя по очень даже небольшой цене. Такая цена была обусловлена тем, что оно не содержит в составе шерсти. Оно сделано из плотного полиэстера. Я решила, что именно в случае белого пальто этот материал будет только плюсом, потому что за ним в разы легче ухаживать, чем за той же шерстью. Если честно, при заказе думала, что сейчас приедет какая-нибудь тряпочка, которая на мне просто обвиснет какое-то белое платье вместо пальто, и я пойду его сдавать. Но нет, приехало полноценное хорошее пальто, которое держит форму в прекрасном цвете, поэтому я очень рада такой находке. А сейчас я хочу с вами поделиться самой красивой сумкой из всех, которые у меня когда-либо были. Это сумка от Manga в лиловом оттенке, и это просто моя абсолютная любовь. Она мне напоминает какой-то цветок, но если бы не цвет, она бы мне, наверное, напоминала пельмень. Когда я с ней хожу, то просто не могу на нее налюбоваться, не могу оторвать от нее глаз. А еще с ней связан один интересный момент. Я заказывала ее где-то месяц назад, прям-прям перед поездкой в Париж, и Manga умудрились мне ее очень быстро доставить, так что я ее взяла с собой в Париж, и теперь эта сумка у меня прям прочно ассоциируется именно с этим прекрасным городом. Мой мастхэв в плане обуви, которые я ношу просто в 90% случаях, особенно сейчас, ранней осенью, это лоферы. Это вот такие вот белые лоферы из магазина Bershka. Они базовые, подходят абсолютно к любым вещам, но при этом привносят в образ очень интересную нотку. Очень люблю их сочетать с высокими разноцветными носками, которыми я закупаюсь обычно в Uniqlo в мужском отделе. Вообще, я поняла, что именно такой формат обуви для меня гораздо более удобнее и сочетабельнее, чем кроссовки, которые я носила раньше. А на этом у меня все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Желаю вам всем прекрасного дня. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, если видео вам было интересно. А мы с вами встретимся ровно через неделю в новом видео. Пока-пока!